всем привет друзья товарищи ух ты не получилось сейчас попробуем дубль 2 вот так вот микрофон упал короче так вот его положим сейчас в общем со мной вчера произошла очередная история в общем обратился ко мне мой давний дружелюбный партнер по бизнесу нет не так всем привет друзья товарищи очередная история из сферы страхования опять же страхование обязательной автогражданской ответственности до сага вчерашний случай обратился ко мне мой страховой агент с которым мы работаем в плане бизнеса я помогаю ему оформить те программы те страховки те машины которые никто не берет и в общем то вчера и был такой случай написала она мне где-то примерно в 11 часов дня с просьбой посчитать и сделать предложение по страхованию c категории малый тоннаж 4 900 такая газель когда между трех с половиной тоннами и в общем то 16 тоннами да то есть это как раз таки на средний ценовой сегмент но не очень хорошие для страховых компаний то есть компании страховые не хотят брать c категорию вообще да и тем более с комиссией тем более в общем простым способом до пришел в офис купил полис нет такого не хотят делать во всех практически городах во всех регионах это достаточно сложный путь то есть нужно пройти как я называю до 7 кругов ада чтобы купить полис либо ты напоришься и нарвешься на мошенников либо ты приобретешь полис с какой-то кругленькой суммы сверху на это 6000 рублей в среднем по стране на либо ты просто будешь без полиса да или купишь поддельный полис что тоже является мошенничеством в общем то вчера это и случилось до в 11 часов мне прислали просьбу посчитать данную категорию c до данную газель я был в дороге и соответственно по моей практике всегда два часа на расчет сутки на выпуск полиса это всегда правило по которому я работаю со всеми и с клиентами и со страховыми агентами в общем это уже такой технологический процесс отлаженный и рабочий в 11 она мне прислала эту заявку через час я взял ее в работу когда добрался до офиса и до компьютера и соответственно буквально в эту же минуту когда я начал считать данного клиента мне написали что он уже оформил страховку то есть тот же самый страховой агент мне ответил что данный клиент страховку себе осаго приобрел ну на что я нормально отреагировал сказал ну окей все хорошо ладно если он это сделал так ради бога в общем то ждем следующих клиентов после этого пришло сообщение что ему оформили не ту страховку а страховка в базе rsa и в базе страховой компании числится как категория б легковой транспорт до трех с половиной тонн то есть это может быть коммерческий да там легкий грузовой транспорт но сути это не меняет то есть три с половиной тонны до трех с половиной тонн это категория б какие последствия ждут данного клиента ну во первых это всегда отказ в страховой выплате да то есть если он попадает дтп в котором он не виновен например да есть пострадавший да и у него есть нормальный полис он обращается в страховую компанию в свою подтверждает все документы до подтверждает все данные на что ему сразу страховая компания собственно будет отказывать потому что у него полис страховой оформлен неправильно занижение стоимости страхового полиса а это занижение в данном случае то есть c категория она дороже да бы категория она дешевле соответственно это всегда отказ выплате и это всегда неправильно оформленный полис обратите на это внимание и ему сказали что полис базе rsa есть но человек не прошел не проверил не зашел на сайт не посмотрел а какая там машина оформлена сейчас сайт rsa позволяет посмотреть что за машина оформлена какая категория какие люди или сколько людей допущено к управлению в каком регионе эта машина оформлена потому что очень часто обман от мошенников идет в том числе замены региона то есть выбирают регион в котором более низкий коэффициент территории после чего естественно оформляет москву питер с регионом пензы калуги или еще более низкими регионами да то есть по коэффициенту территории да то есть где коэффициент территории меньше единицы и может равняться там 0 6 0 7 он даже понижает до базовую ставку это опять же мошенничество это отказ отказ выплате и данном случае страдают все не только этот клиент страдает объясню почему да смотрите ситуация следующая а вот когда ему оформили полис b категории вместо правильной c категории могут пострадать ни к чему вообще не повинные люди да так скажем не имеющие отношения к этой ситуации казалось бы клиент сам принял такое решение оформил данный полис и собственно он отвечает за то что он сделал да но не тут то было например клиент виновник и он сделал дтп до стал участником дтп со стороны виновника есть пострадавший у пострадавшего полис оформлен правильно да что происходит далее он идет свою страховую компанию подает документы для выплаты для ремонта неважно да или тот другой случай и скорее всего он получит деньги да потому что будет оформлена заявление на урегулирование убытков до полис у данного клиента у виновника тоже есть казалось бы все правильно но может также страховая компания виновника и отказать потому что проверит у своего клиента правильность оформленного полиса почему страховой компании говорят виновнику не ремонтировать ваш автомобиль 15 дней с момента дтп это связано с тем что как раз таки идет дополнительная проверка идет проверках всех вот этих характерных повреждений да про правда ли была авария да не подставная ли это авария и так далее и вот эти все проверки они как раз таки и выявляют на вот такие полисы неправильно оформлены да ну варианта на самом деле два могут и пострадавшему не заплатить виновник по любому получит регресс от страховой компании то есть ему прилетит через суд иск сначала досудебная претензия где будут требовать денежные средства которые страховая заплатит пострадавшему потом если он не заплатит эти деньги естественно будет иск в суд и будут с ним судиться да по этому поводу в общем взыскивать с него тот ущерб который возместила страховая компания виновника по неправильно оформленному полису пострадавшему у которого полис был нормально оформлен вот эта проблема она сейчас играет очень большую роль вообще в целом для всех участников дорожного движения люди я еще раз обращаюсь к вам всем автолюбителям которые покупают полисы в непонятных источниках да так скажем у непонятных людей всегда проверяйте до всегда проверяйте полис в базе rsa не потрудитесь позвонить на горячую линию страховой компании на каждом полисе осаго каска любой страховки есть телефон горячей линии страховой компании позвоните и проверьте все и правильно оформили вам сотрудники этих компаний сотрудники страховых брокеров просто страховые агенты потому что очень часто последнее время многие из людей которые занимаются страхованием делают специальные ошибки которые якобы ни на что не влияют это на самом деле не так любая ошибка которая влечет к занижению страховой стоимости в полисе осаго это отказ выплате то есть неправильно кбм указали отказ выплате если кбм выше чем он должен быть да это коэффициент за безубыточное вождение занизили территорию занизили лошадиные силы указали не ту категорию это всегда отказ выплате обращайте на это внимание берегите себя и своих близкой близких спасибо за лайки спасибо за подписки